Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашем выпуске. Умные технологии в Чувашии будут реализовывать проекты «Росттеха». Чудо-аппарат. В республиканском онкодиспансере появилось новое оборудование. Ёлки, иголки. Куда девать зимнюю красавицу после праздников? В республике реализуют целый ряд высокотехнологичных проектов. В качестве партнера региона выступает «Росттех». Планы двустороннего взаимодействия глава Чувашии обсудил в Москве с представителями государственной корпорации. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Главная задача двухстороннего взаимодействия – интегрировать умные продукты в экономику региона. Правительстве республики и госкорпорации прорабатывают целый ряд совместных проектов. «Мы фактически все решения, особенно когда это комплексные решения, мы комплектуем изделиями и продуктами российского производства. Что дает с одной стороны технологическую независимость, а с другой стороны дает уверенность в завтрашнем дне». Не исключено, что госкорпорация станет поставщиком технологического комплекса для будущего центра ядерной медицины. В рамках целевой программы партнеры планируют обновить и базу детских поликлиник. «Нам бы хотелось, чтобы вы синициировали правительство Федерации, чтобы российское оборудование вошло туда. Чтобы вошло в перечень. В перечень и расширили. И вот тогда будут возможности, когда импортные появляются, прилегативы на российское оборудование. «Конечно же, мы всегда рады коммуникациям с региональными властями для того, чтобы выстроить правильный алгоритм деятельности. И с одной стороны дать пользу вам, с другой стороны дать объемы реального производства на предприятии промышленности». Партнеры намерены развивать интеллектуальные системы безопасности. Один из программных продуктов «Ростеха» опробировали на чемпионате мира по футболу. «Самое главное наше достижение, собственно, было даже не в паспорте болельщика, а в том, что мы смогли синтегрировать те ресурсы, которые есть на сети связи Российской Федерации, так, чтобы достигнуть этого качества. И, собственно говоря, этот опыт мы на сегодняшний день и успешно решили применить как раз на проекте «Ростеха безопасных городов». То есть вот в радиоэлектронном комплексе практически сегодня по всем подсистемам безопасных городов, ну, то, что сегодня в терминах руководящих документов входит под система безопасных городов, начиная от видеонаблюдения банального, заканчивая более сложными системами экологического мониторинга». Глава региона отметил, что развитие аппаратно-программного комплекса – приоритетная задача. В перспективе в республике намерены создать и ситуационный центр по контролю за работой систем жизнеобеспечения. «Люди хотят стабильности, чтобы не боязно было выходить на улицу, чтобы родители не переживали, что же произойдет с детьми или в детском саду, или в школе. Если взять Чувашка-Республика, на самом деле мы за последние годы выделили около 500 миллионов рублей для того, чтобы оснащить видеокамерами, виде наблюдения, для того, чтобы на самом деле эти вопросы снять». На первый план выходят и проекты развития инфраструктуры муниципалитетов. Правительство региона заинтересовано в создании системы энергоэффективного освещения улиц, модернизации транспортной сети и комплекса по очистке воды. «Цифровый ВД-канал, и сейчас тоже федеральная программа по воде, можно туда войти. То же самое, сейчас ведем расчеты, и также этот блок у нас охвачен в рамках нашей работы». «По экологической безопасности мы в числе лучших 10 регионов Российской Федерации. Об этом говорят общественники, эксперты, зеленые патруль, как говорят общественные палаты, недавно был, они на самом деле подтверждают. Так что нужно делать? Конечно, все это нужно синхронизировать. Единый, как бы сказать, технологический цикл». Обсудив планы, за столом переговоров стороны составят дорожную карту, чтобы не затягивать реализацию проектов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Удаление опухолей малоинвазивным способом и быстрый поиск раковых клеток в организме. Как прошел год борьбы с онкозаболеваниями в Чуваше – в нашем материале. Этот прибор называется гамма-детектор. Так врачи-онкологи находят лимфоузел, который ближе всех находится к опухоли молочной железы. Он называется сторожевой. Чтобы его увидеть, в районного образования вводят радиоактивный маркер. «Сам узел определяется изотопным методом. Он накапливает изотоп. И мы должны его вот этим специальным аппаратом найти. Вот этот аппарат, он начинает щелкать и ищет более радиоактивное вещество, которое накапливает этот сторожевой лимфоузел». Если в сторожевом узле находят метастазы, пациентки удаляют все подмышечные лимфоузлы. Если нет, больше операции не требуется. Новую технологию наши онкологи изучали в 2016-м. К концу 2018-го операции поставили на поток. «Практически после операции через три часа пациентка встает и чувствует себя здоровым человеком. Нет функциональных ограничений по функционированию верхней конечности. Не бывает слоновости после таких операций. Нет длительного послеоперационного периода, когда из послеоперационной раны вытекает лимфа. Не нужна сложная реабилитация». В соседней операционной онкоурологи проводят резекцию мочевого пузыря с помощью эндоскопической стойки. Оборудование позволяет проводить малоинвазивные вмешательства. «Вот эти тонкие инструменты выводят мочевой пузырь через мочеиспускательный канал, оценивают состояние стенок мочевого пузыря, при необходимости выполняется биопсия. И сомнительные участки пизицируются. Операция в среднем занимает 30 минут до часа». «Современные методики и в диагностике. Эндоузи – аппарат, который позволяет проводить два вида исследования одновременно – эндоскопическое и ультразвуковое. Такого оборудования нет нигде в Чувашии, оно установлено лишь в крупных медцентрах». «Это оборудование позволит нам сделать тонкоигольную пункцию, чтобы забрать материал для дальнейшего гистологического исследования и подтвердить или опровергнуть наш диагноз». Новые технологии внедрили в год борьбы с онкозаболеваниями в Чувашии. Это одно из направлений работы в 2018-м. Диспансеризация, профилактические осмотры, выезды бригад онкологов в районы республики – все это позволило добиться высоких результатов в борьбе с раком. «Увеличилась пятилетняя выживаемость пациентов до 56%, было 55,9%. Снизилась летальность в течение года с момента выявления онкологического диагноза. Улучшилось активное выявление злокачественного образования до 26%. Онкодиспансер – участник нацпроекта здравоохранения. В планах – дальнейшая модернизация учреждения и создание четырех центров амбулаторной онкологической помощи. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Рост цен в первый месяц Нового года, хотя и был вполне ожидаем, но все же вызвал немало вопросов у жителей республики. Эту тему обсуждали на совещании у главы Чувашии. Мониторингом цен занялись Министерство экономического развития и администрация столицы. Специалисты профильного ведомства встретились с представителями федеральных и региональных сетей. Речь шла о новых поставках продукции на прилавки магазинов. Слишком высокие цены должны стать предметом серьезного разговора на уровне правительства. Естественно, что в таких непростых условиях предпочтение желательно отдавать продуктам местного производства. В Чебоксарах открылась горячая линия для жалоб на рост цен. Всю информацию проверяет администрация города. Они еженедельно проводят мониторинги торговых точек. Значительно подорожали овощи. Капуста на 14,5 рублей, морковь на 18,5. Это в сравнении с январем 2018. Увеличились ценники на курицу и яйца. Это из-за увеличения стоимости кормов. В сетевых магазинах подорожали и в маленьких лавочках. Мне кажется, это вообще не влияет на подорожание цен. А где лучше, я не могу сказать. Ну да, мы выбираем фрукты. Я лично выбираю фрукты в больших цитилях, потому что они скидывают цены, у них акции. Ну, цену я бы не сказала, да, что высокие цены здесь. Да, нормальные цены. Не подорожало так. Впрочем, есть товары, которые сбавили в цене. Например, гречка, 4 рубля, сметана, почти 9, творог, 10. Это данные первого в этом году мониторинга цен в столице. Следят специалисты за продуктами первой необходимости. Всего 40 наименований. Еженедельно проверки устраивают в 15 магазинах города, чтобы не было необоснованных скачков цен. Информацию собирают и от жителей. По телефону 23 50 57 тоже могут дозваниваться и уже оставить свои замечания или предложения, или даже, как сказать, может быть, недовольство конкретно, что касается необоснованному росту цен. А мы, конечно, будем конкретно, вот по каждому случаю, мы будем выезжать, анализировать и принять меры. Если даже нужна будет, значит, реакция, например, со стороны прокуратуры и управления федеральной монопольной службой, это будет уже, мониторинусно будет направлена информация в их адрес. В эти же органы сообщат, если цены в течение месяца скакнут более чем на 30%. Самое, что ни на есть, практическая польза от мониторингов – публичность результатов. На сайте администрации города еженедельно публикуют список магазинов с самыми низкими ценами на социально значимые продукты. В Чебоксарской школе номер 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья появился первый в столице республики ресурсный класс для особенных детей. Его помогли оборудовать сотрудники Чебоксарской ГЭС в рамках благотворительной программы «Росгидро. Чистая энергия». Гидроэнергетики подарили специальные развивающие пособия и сенсорное оборудование. Этот класс особенный. Дети занимаются в небольших группах или индивидуально. Даже расписание здесь необычное. С картинками, схемами и фотографиями. Именно так ребятам с аутизмом проще понять и запомнить, что будет происходить в течение дня. Учителя на своих уроках используют множество наглядных пособий. Благодаря таким вот мультисенсорным математическим наборам, как «Номикон», процесс обучения проходит интереснее и легче. Дети с расстройством аутизмического спектра все-таки они визуалисты. Им нужно обязательно наглядно взять, отработать, и тогда у них знания формируются, прочные знания формируются. Потом, когда мы уже использовали вот это оборудование, а потом перешли уже на самостоятельное. То есть мы можем уже работать с цифрами. Уроки хоть и длятся всего 10-15 минут, но многим ребятам все равно трудно усидеть на месте или сконцентрироваться. Снять напряженность, избавить от тревожности помогают противошумные наушники и специальные жилеты. Таким детям непросто постоянно находиться в обществе других людей, поэтому им часто хочется спрятаться, остаться наедине с собой. Справиться со страхами и уединиться можно, не выходя из класса. Вот в таком туннеле или текстильном яйце. С такими приспособлениями педагогам-дефектологам, учителям, психологам проще выстроить образовательную траекторию каждого ребенка. Мягко и деликатно включить детей в процесс обучения, чтобы в конечном итоге эти ребята смогли учиться наравне со сверстниками в обычном классе. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. По-новому теперь звучит музыка в Валиковской школе искусств. Наряду с реконструкцией учреждений досуга идет и обновление инструментов. Сонатина Андреаса Штаера в исполнении ученицы четвертого класса Ани Гордеевой теперь звучит нежнее и звонче. Фортепиано составляет достойную конкуренцию зарубежным аналогам. В классе она стоит рядом с подуставшим за 53 года коллегой. Вот этот инструмент у нас старый, ему больше 50 лет. На нем играть трудно, потому что клавиатура у нас уже стала мягкая. Маленькие пальчики его уже не могут обработать, и полностью западают пальцы в клавиатуре. Но она настроенная и играет так, как может уже. Играть и учиться, как позволяет талант, а не инструмент, теперь могут все 20 учеников по классу фортепиано. Но их количество, как полагают учителя, в скором времени может многократно вырасти. Ведь мальчишки и девчонки из школы по соседству прибегают сюда даже во время перемен между уроками. Оно звучит очень ярко, красиво, как концертный рояль. По сравнению с другими инструментами он очень звонкий. Также на нем удобно играть, так как на него пальцы нажимаются легко. Белорусская народная янка, чувашская лирическая. Благодаря выпущенному в Санкт-Петербурге учебному пособию «Аккорд» юным исполнителям все по плечу. И участие в творческих конкурсах, как говорят сами дети, уже не кажется столь отдаленным делом. Мальвина Петрова, Павел Иридков, Республика. Еще вчера в столицу Чувашия началась метель. Синоптики предупреждали, она будет идти весь сегодняшний день. Так что снегоуборочная техника работает без перебоев уже почти сутки. Где дядя Федор? Он в машине сидит. Мы никак проехать не можем. Дорогу завело. Ну, вот что ездовые собаки возьми, это я слышал. А вот что вы ездовые коты, это с грибой. Чтобы жителям Чебоксарского частного сектора не пришлось запрягать коров, собак или кошек для вытаскивания застрявшей в снежном плену машины, подобной героям мультфильма «Простоквашина», Сегодня весь день дороги чистит снегоуборочная техника. По городу задействовано 95 специализированных автомобилей и 115 дорожных рабочих. Только за прошедшую ночь на снежную свалку вывезли более 850 тонн снега. Более чем 80 рейсов сделали машины на снежную свалку. Также были подсыпаны во избежание гололедицы и снежной наледи. И на наледи было подсыпано более 400 тонн противогололедной смеси на улице города. По нормативам снег чистят от 3 до 6 часов. При этом снежный покров рыхлого снега даже во время снегопада не должен превышать 5 сантиметров. Что касается частного сектора, то здесь после того, как снег закончился, у дорожников есть 6 часов, чтобы привести все в порядок. Насчет дороги? Нормально. Чуть пошире надо, конечно, в некоторых местах. А если погода вот такая плохая, приезжают, почистят. Некоторые раз даже утром, рано, счастливо уже едет. За частный сектор отвечает компания «Дорекс». Если не получается пройти улицы в течение дня, то технику вводим на ночную дежурство. То, что не доработали днем, дорабатываем уже в ночную смену. Внутриквартальные территории каждого района столицы Чувашии в этом году поделили между тремя компаниями. Так, в Ленинском районе снег чистит Алсерстрой. В Московском районе дом-сервис в Калининском магистрале. На сегодняшний день мы уже прочистили 6 проездов. Вот приступили к седьмому. Бич проездов – это автомобили, которые стоят и мешают уборке техники. Даже, ну, можно посмотреть, как прочистили, где нет транспорта, и как почистили там, где стоит транспорт. Чебоксарцы могут, не выходя из дома, посмотреть, как работает снегоуборочная техника. На сайте управления ЖКХ и благоустройства есть специальная интерактивная карта. На ней видно, сколько техники работает в городе и где они находятся. А администрация столицы Чувашии напоминает, в такую погоду лучше не садиться за руль собственного авто, а воспользоваться общественным транспортом. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Из лесу елочку взяли мы домой. А что делать с ней после праздников? Этот вопрос сейчас стоит перед многими россиянами. Какие варианты у чебоксарцев в нашем сюжете? Укололась вообще! В Чувашском отделении Российского Красного Креста в этом году впервые прошла благотворительная елка для детей-инвалидов. Эту большую сосну подарило Алатарское лесничество. Елка была очень красивая и было действительно такое праздничное настроение. Теперь участь в той, что много-много радости детишкам принесла, незавидная утилизация. Однако в этом году чебоксарцы могут избавить праздничные деревья от бесславного конца на помойке. Елки и сосны принимают в зауголке ковчег. Туда и отправляется это дерево. Здесь у хвойных сразу два предназначения. Во-первых, витаминная добавка к рациону ряда животных. Питомцам уже скормили больше ста деревьев. Зимой-то больше витаминов у хвойных, а летом-то там больше смольных веществ. Хорошо помогает кишке очищать кишечник. Вот кролики, они хорошо грызут кору, зубы точат. Кроме того, еловые и сосновые лапы могут служить теплой подстилкой. Сегодня пеликаном постелили. Зимой пахнет теперь у них. Пускай почувствуют Новый год тоже. Акцию по сбору елей в ковчеге объявили впервые. Сотрудники отмечают, такой активности от горожан не ожидали. Каждый день у входа вот такая картина. Это наша красавица четырехметровая елка. После того, как она радовала всех, кто был в нашей школе на елке, мы решили ее не на помойку выкидывать, а для корма для животных. Те, кто сдал елку или сосну, бесплатно получают билет в зооуголок. Однако на корм и подстилку подходят не всякие деревья. Приносить елочки еще желательно с иголочками, чтобы ствол не сухой, чтобы без элементов новогоднего оформления. Приносите, мы всегда рады. А вам в свою очередь подарим пригласительный в зооуголок ковчег. Принимают хвойные со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Конечно, одна организация проблему утилизации не решит. Вот так и закончат свой век большинство новогодних деревьев в России. Нужен системный подход, как, к примеру, в Германии. Режиссер из Чувашии Виктор Чугаров на своей странице в Инстаграме рассказал, как это происходит в Берлине. После праздника нужно в назначенное время вытащить и положить елку вдоль дороги. Это нужно для того, чтобы спецслужба смогла забрать елку. Если хозяин елки опоздает ее вынести на улицу, то будет вынужден заплатить за ее утилизацию. Не такое кардинальное, но все же решение проблемы предлагает Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт выходил с инициативой в адрес Минприроды России, чтобы организовать утилизационные пункты на местах продаж. О елочных базарах, получается, чтобы там поставить специальные баки для сбора елок, получается. И в последующем перерабатывать их, производить из них либо твердое биотопливо, которое, кстати, даже эффективнее намного, чем обычная древесина, либо производить там корм для животных. Ответ от ведомства пока не пришел. Впрочем, на решение есть еще целый год. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Павел Редков, Республика. Две недели с Рождества Христова и до Крещения считаются святочными. В старину в эти дни люди пытались узнать свою судьбу. Способов гадания было много. Сотрудники национального телевидения «Чуваши» вернулись в прошлое. И вместе с сотрудниками национального музея попробовали заглянуть в будущее. Узнать свою судьбу люди пытались издревле. Считалось, что предсказания, выпавшие на святочные недели, самые верные. Гадали в основном молодые девушки, которые хотели узнать, что им предначертано и какой муж достанется. Один из способов – гадание на воде. Нужно было опустить в воду украшения и исполнить подблюдные песни. Кому-то выпадало счастье, кому-то дорога дальняя. Самым желанным для всех девушек было замужество. Еще одно гадание на восковой свече. Нужно было растопить в ложке воск и мысленно задать вопрос, что ждет в наступившем году. Затем вылить его в воду и ждать, когда ответ проявится в фигуре. Кому-то виделся ребенок, кому-то острова и путешествия. Одно из самых простых современных гаданий – это гадание по книге. Вам нужно взять вашу любимую книгу. Моя называется «Просто космос». Загадать вопрос, на который вы хотите услышать ответ. Загадать строчку в книге, сверху или снизу, и открыть книгу. Свой ответ я получила. Вы тоже можете попробовать. Узнать свою судьбу люди пытались и при помощи домашних птиц. Выбирали в темном сарае курицу, заносили ее в дом, раскладывали перед ней предметы. Какой предмет она клюнет, такой муж и будет. Если это ножницы, то муж будет паркунен. Если монеты, то муж будет богатым. Если зерно, то будущий муж или жених, он будет жить в достатке. Уголь – это, конечно же, бедность, а вода – это пьяница, к сожалению. Святочные гадания не только предсказывали судьбу, но и служили развлечением для крестьян. Кроме этого, гадания снимали депрессию и накопившуюся усталость за время полевых работ. Если сегодня святки, это, естественно, связано с Рождеством Христом. До христианизации у народа и был праздник – калятки. У Чуваш это был сурхури. Когда мы уже стали православными, тогда, естественно, эти два праздника, они слились. Сегодня, конечно же, традиции практически везде забыты. Но в основном вот эти щедровки, калятки у нас сохранились в южной части России, в частности, в Украине, в Краснодарском крае. Самым страшным считалось гадание в бане при помощи зеркала. На это решались только самые отважные девушки. Гадать на святки или нет – выбирать вам. Многие предсказания могут сулить беды, несчастья и болезни. Главное – помнить, что сбывается только то, во что веришь. И не стоит забывать старую добрую пословицу – каждый сам кузнец своего счастья. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. Это все новости среды 16 января. Я прощаюсь с вами до завтра. Субтитры подогнал «Симон»